Добрый день, друзья! Мы сегодня посетили Государственный медицинский университет города Самара и встретились с Ларисой Теодоровной Воловой, директором Института экспериментальной медицины и биотехнологии, доктором медицинских наук, профессором, академиком Российской Академии естествознания. Здравствуйте, Лариса Теодоровна! Хотелось бы задать Вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, какими направлениями занимается сегодня Институт экспериментальной медицины и биотехнологии в Самаре? Я сразу скажу, что у нас два главных направления. Это работа с сотрудниками университета по выполнению новых всяких инновационных разработок, новых операций, новых медицинских технологий, создания новых материалов, их апробация, обоснование, безопасность, эффективность на доклиническом этапе, на животных, на клеточных популяциях различных. Мы оцениваем безопасность и эффективность новых продуктов. Это одно направление. То есть работа с кафедрами, и также мы работаем с различными медицинскими и другими учреждениями не только Самары, но и многих городов Российской Федерации. Второе направление – это собственная научная тематика, собственные научные разработки в области биотехнологии. Мы конкретно занимаемся получением продуктов клеточных и тканевых биотехнологий, то есть клетками и тканевыми различными технологиями. Уже в течение 30 лет у нас существует банк тканей, который, в общем-то, имеет мировую известность, нас знает во всех странах. Мы изготавливаем биоимплантаты из тканей человека. Вот это основные направления. Создание клеточных биоимплантатов и плюс клеточные технологии. То есть вот эти два основных направления. Регенеративная медицина. То есть это те объекты, которые позволяют развивать новые направления в медицине. Мы этим уже занимаемся 20 лет. Это регенеративная медицина. Скажите, пожалуйста, а какую роль или область или место занимает среди Ваших направлений именно продукция марки Леопласт? Достаточно большой, потому что все материалы, которые получаются из единственных тканей, это объекты, это костные, различные костные ткани, губчатые, компактные. Затем из разных участков человеческого тела, значит, разные топографии. Плюс мы получаем из сухожилий материалы, готовим из твердой мозговой оболочки. Это вот основные источники получения материала. И уже, ну, какое место занимает ведущий, потому что у нас уже разработаны технологии. И самое главное, мы достаточно подробно все изучив это в течение многих лет, у нас уже больше 50 человек защитили кандидатские докторские диссертации именно по изучению свойств материалов, их эффективности, безопасности и отработке определенных показаний при различных заболеваниях, при различной локализации, топографии, тестоматологии, травматологии, ортопедии, лор, офтальмологии, то есть в зависимости от того, какая область, в каком участке мы разрабатывали эту операцию, эффективно применение того или другого продукта. То есть Леопласт у нас идет достаточно широко, уже технология 20 лет. И все на рынке. А вот в каких областях медицины на сегодня применяется продукт Леопласт? Это стоматология, травматология, ортопедичность, лицевая хирургия, естественно. Это отрино-лирингология, это комбустеология, ожоги. Затем, значит, онкология и, естественно, офтальмология, я уже говорил, и нейрохирургия, это тоже. И общей хирургии. То есть мы здесь тоже работаем, потому что абдоминальные хирургии мы достаточно широко применяем в нашем имплантах. Много кого интересует, в чем состоит технология получения материалов и их очистка? И почему врачи и пациенты могут быть уверены в безопасности материала, который применяется при операции? Ну, технология у нас заключается в том, что мы забираем трупный материал. Во-первых, мы его обязательно подвергаем обработке. Удаление всех, значит, от костной ткани. Мягкие ткани удаляем, остается только один, то есть только костная ткань, которая подвергается специальной очистке. От крови, от жира остается только остов, то есть, значит, матрикс, только именно органический компонент костной ткани, и может быть состоять доминерализованные кости только из органической составляющей, либо у нас есть минерализованные, то есть содержит весь комплекс микроэлементов и макроэлементов, которые содержатся в костной ткани. То есть два таких варианта, это относительно костной ткани, и даже вот сухожилие мы получаем, обязательно, например, есть просто сухожилие, а есть с косточкой, то есть такие, как фиксаторы, вот эти объекты, то есть которые тоже так же тщательно подвергаются обработке. Суть заключается в том, новизна нашего, и отличие от других технологий, что мы в нашем технологическом процессе в основном применяем только физические, в основном физические факторы, а применение химических реагентов сведено до минимума. Потому что любая химия, если мы воздействуем на соединительные ткани, которые представляют собой коллагеновые структуры, между ними есть межклеточные пространства, различные там компоненты, они всегда, эта химия застревает, она может все равно оказать какие-то химические реагенты, оказать не всегда позитивные действия на качество материала. Если много химических реагентов, это может рано или поздно как-то отразиться на их свойствах. Поэтому мы предлагаем именно физические способы обработки материалов. Здесь у нас ультразвук, вакуум, радиационные способы обработки, которые, я еще раз повторюсь, химические реагенты у нас очень применяются в ограниченном количестве и кратковременно. Это в основном растворители, которые дополняют действие. И одновременно они у нас выполняют как бы две функции. С одной стороны, они помогают удалить те же жировые компоненты, значит, клеточек, кровь и так далее. Но с другой стороны, они еще и выполняют, например, антимикробные действия. То есть мы сочетаем эти, как говорится, такие подбираем растворы, такие материалы, чтобы они выполняли не одно-две функции. Сколько всего степеней очистки? Как я говорю, это шесть степеней очистки. Доноры у нас всегда подвергаются обязательно аутопсии. То есть если есть какое-то заболевание, при скрытии обнаруживается, то материал утилизируется. Во-вторых, все доноры проверяются обязательно на вирусы, на заболевания, которые передаются через кровь. Это, в частности, значит, у нас СПИД, гепатиты АБ, плюс, значит, у нас сиферис. Все это обязательно подвергается проверке. После того, как мы провели, это вторая ступень. После того, как мы уже, значит, определили, что донор пригоден для того, чтобы забирать материал. Затем у нас подвергается, я говорю, наш материал в процессе обработки некоторыми химическими реагентами и, самое главное, ультразвук, вакуум. Вот эти этапы. Леофилизация, это тоже как четвертый, пятый, четвертый этап. И радиационная обработка. Что еще, почему у нас все-таки материал безопасен, мы исключаем человеческий фактор. То есть, после того, как мы получили уже леофилизированный материал, мы его упаковываем герметично и только после этого подвергаем стерилизации. То есть, здесь не нужно, как говорится, на этапе применения подвергать людей опасности. Здесь он уже готов к применению и безопасен. Вот, вот, шесть степеней, как говорится. Скажите, а насколько глубоко вообще исследованы свойства и какие-то характеристики, параметры биоимплантатов лиопласт? И как вы оцениваете вообще потенциал аллогенного костного материала в России и в мире? Что я могу сказать? Что вот эти наши материалы, все, мы сто разных вариантов предлагаем. Ну, в зависимости от исходного материала. Формы, формы. Там и по размерам, и по форме, и по консистенции. И здесь же мы, как говорится, по способам обработки. То есть, есть варианты, и для каждой операции мы подбираем свой какой-то оптимальный материал. Аллогенные материалы, они считаются элитными. Они, в отличие от химических, получаемых синтетических материалов, они состоят из тех же компонентов, которые присущи человеческому организму. То, что создано Господом Богом, как говорится. А то, что уже синтезируется, это какие-то одни элементы могут быть, а какие-то отсутствуют. А вот этот комплекс, он как раз и обеспечивает тот наилучший результат, который должен быть. Я говорю, то, что вот наши технологии, они позволяют обезопасить и пациентов, и, в частности, я хочу сказать, у нас и сотрудники, они все защищены от передачи. Вот именно у нас так построена работа, что никто не подвергается опасности. Здесь это тоже предусмотрено. Они, конечно, безопасны. И зачем, например, применять химию, когда можно применять натуральные продукты. Вот смысл, так говоря. Они состоят из тех же компонентов. Это уже организм. Есть вопросы метаболизма, которые здесь... Одно дело мы подсадили местно, посмотрели, а самое главное, как он рассосался и куда он ушел. Вот этот весь путь метаболизма этих, как говорится, тканей, рассасывания и так далее, он уже естественный для человеческого организма. Те же компоненты. А когда химические, а там молекулы могут быть больше размером, или она где-то застрянет, это можно потом, только через какие-то годы, это выстрелит, и неизвестно где и как. Вы понимаете, это еще не изучают в основном-то, только изучают местно. Применение, например, остеопластических материалов, исключая вот это подробное изучение на уровне организма. Сколько лет вообще исследуется этот материал, и может какой-то объем работ научно-информации? Да, вот мы, я говорю, работаем... Саму технологию мы создали вот именно нашим... Вот илопласт, это сплеофилизация, как я сказала, гамма-стерилизация, и обработка с помощью вот этих физических факторов, вот такой вот алгоритм, этот разработан уже 20 лет практически. За это время, я говорю, мы работали со стоматологами, травматологами, то есть выполнились на нашей базе диссертационные работы, которые четко определяли, какой материал, в какой зоне, для какой костной ткани, например, или для сухожилия на мышечной пластике, где это лучшим образом будет применяться. Вот это около 50 работ уже выполнено таких, в частности, моя докторская. Она как раз посвящена именно... Это было уже около 20-20 лет почти назад. Да, и за это время вот именно работа касалась как раз регенеративной медицины. У меня так и называется управление процессами регуляции, значит, остеогенеза за счет дифференцированного применения там демерризованных костных матриксов. То есть вопрос о том, что мы можем с помощью материала регулировать процессы регенерации. И вот в работе как раз у меня показывают, что губчатый компонент, губчатый кост пангиоза, и компактный, они требуют разных материалов, разных подходов, потому что скорость рассасывания материала и ее замещение в свои собственные органотипичные тканью, она в этих костях протекает неодинаково. И механизмы разные. Если вот в компактной кости в основном это надкосница, клетки предшественники в основном ИСПУ участвуют в этом процессе, а вот в губчатой кости там больше клеток предшественников, и костный мозг, и строма, и, значит, приостовый глаз, и сосудов. Поэтому в одном случае мы предлагаем один материал, если губчатый компонент, то компактным, другой, и даем комбинации разных.